Ласкутное шитье Сегодня у нас с вами вторник, 22 августа, и очередной, конечно же, 515 ласкутный эфир. Ну и чем же мы займемся сегодня? А вот мы займемся чем? Мы займемся сегодня звездами. Причем звездами не просто звездами, а звездами из прямоугольных тревольников. Я очень много как бы выкладываю своих видео на ютубе, и вот когда ты выкладываешь видео по определенной теме, всегда выходит очень много видео аналогичных, похожих. И очень часто я встречаю видео, кстати, очень многие из них достаточно такие интересные, где рассказывают девушки, как шить вот звезды вот такие из прямоугольных треугольников. Кто-то рассказывает лучше, кто-то рассказывает хуже, но в целом, заметила одну вещь, не объясняют откуда что берется. То есть показывают, вот сейчас я возьму и сделаю, а как, то есть из чего это берется. Давайте сейчас прямо разберемся, каратенечко, каратенечко, потому что тема бесконечная. Итак, вот книжка. Я неоднократно эту книгу показывала, это Джинни Б. Здесь более четырех тысяч узоров по П.Ч. Варкун. Ну, самая основная ценность этой книги не в том, что тут показаны какие-то узоры, а в том, что здесь предисловие в очень, буквально нескольких, ну, десятках страниц, очень емких слов, к сожалению, для многих на английском языке, но это совершенно непринципиально, рассказывается о том, как строить эти узоры. Ну, так вот. Вот великое и могучее оглавление этой книги. И здесь рассказывается об узорах по сетке 2х2, по сетке 3х3, по сетке 5х5, по сетке 7х7, 9х9, 11х11, 13х13, 15х15. Обратите внимание, что кроме сетки 2х2 больше никаких четных сеток нет. Почему? Да потому что сетка 2х2 является, так сказать, проматерью всех основных четных сеток. То есть 2х2, 4х4, 8х8, 16х16, ну и так далее. Ну, дальше 16, и вам не советую ходить. И вот что из этой ценной мысли мы можем вынести? И ставим дальше. Шраница, которая разворачивает сетку 2х2, и тут-то мы видим объяснение. Смотрите, 2х2, 4х4, 8х8, 16х16, 32х32 и 64х64. То есть, соответственно, кто помнит математику в школе, это 2 в степени 1, 2 в степени 2, 2 в степени 3 и так далее по возрастающим порядкам. И вот по этой сетке условно 2х2 мы с вами можем создать огромное, огромнейшее количество различных узоров. Но сегодня мы с вами четко конкретизируем нашу задачу и будем делать узор по сетке 4х4. И не просто узор 4х4, а будем делать цветочный узор 4х4. Вот такой сделаем сегодня и сделаем сегодня вот такой. Это у меня уже в готовую подушку оформленный узор. Итак, узоров 4х4. Вот их огромное, далеко не все разнообразие. Ну, вы спросите, а где же тут цветочки как бы? Ну, во-первых, смотрите, в очень многих узорах уже, смотрите, присутствует цветастая ткань. Видите, да? Вот здесь эта цветастая ткань. Ну, может быть, не очень хорошо видно, но вот она светлая, то есть рисунок на светлом. Вот здесь более темный. Вот здесь, посмотрите, темный тканевый узор. Вот здесь темный тканевый узор. То есть узоров, вот, посмотрите, тоже узор с цветочками. Вот узоров этих разнообразное множество. Но мы с вами сейчас остановимся вот на этих вот цветах. Вот они, смотрите. Вот, в частности, посмотрите, вот этот узор. Он впервые был создан в 1884 году. Ну, точнее, создан-то он был гораздо раньше. Напечатан он был в 1884 году. И называется этот узор пила. Ну, не знаю, почему он так дурацки называется, но совершенно не важно. То есть это у нас вот такой вот узорчик, да? И давайте еще с вами рассмотрим вот такой вот узорчик, да? То есть нас интересует только центр, как вы понимаете. Это у нас узорчик вот этот вот. И называется он «Выбор сары». Я не знаю, почему он так по-дурацки называется, но нам и совершенно не важно. Год создания 1906. На самом деле, конечно, эти узоры придуманы были раньше. Просто в американских альманахах того времени, они были напечатаны в этих годах. И Дженни Бэйр, как соответствующий, ну, как бы уважающий себя автор, на эти вот книги, соответственно, ссылаются. Итак, что важно знать при сборке узора из прямоугольных треугольников? Смотрите, вот сейчас перед вами рабочий чертеж. Что такое рабочий чертеж? Это значит, что на миллиметровке, на любой бумаге белой, там в клеточку, не в клеточку, я начертила блок. Вот мне, допустим, нужен блок 24 на 24 сантиметра. Почему такая величина? Да, она удобная. У нас квадраты получаются по 6 сантиметров. Но, в принципе, вы можете любого размера блоки делать оптимально, ну, примерно от 20 до 28 сантиметров. И вот посмотрите, что я делаю. Узор-то здесь особо, я бы так сказала, вот этот узор, да, не слишком сильно на этом чертеже виден. Ну, здесь определены основные параметры моей линейки, припуска моей швейной машины и основные параметры моего узора. Первое. Это, как мы уже сказали с вами, размер 24 на 24 сантиметра. И вот эти 24 сантиметра не при помощи линейки, вот так, а при помощи построений, посмотрите, я делю на две части, ну, а потом, соответственно, на четыре части. И у меня получаются 4 на 4, 16 разных квадратов. Вот эти разные квадраты, давайте перейдем к узору теперь, да. У меня могут быть, посмотрите, либо квадрат, он в готовом виде 6 на 6 сантиметров, может делиться пополам, либо он может быть целым, либо такой квадрат еще может быть более большим. И вот сейчас мы с вами просто вычислим размеры этих квадратов. А как это сделать? Да очень-очень просто. Смотрите, нам нужны два параметра. Размер квадрата и размер припуска вашей швейной машины. Если размер квадрата в готовом виде у меня должен быть 6 сантиметров, то это значит, что в раскрое этот квадрат, ширина этого квадрата, размер этого квадрата будет размер в готовом виде, плюс два припуска. Почему? Слева и справа, сверху и снизу. Соответственно, если мы к 6 добавляем два раза по 0,6, а припуск моей машины 0,6 сантиметров, вот такой, то есть 6 миллиметров, то у меня получается, что квадратик в раскрое, вот такой квадратик, видите, должен быть 7,2 сантиметра. И здесь, конечно, важна точность, то есть борьба идет за каждые полумиллиметра. То есть вот эти квадратики угловые, вот допустим, от этого блока, да, у меня должны быть 7,2 сантиметра. Немного сложнее с квадратиками вот этими, вот, которые у нас сделаны из диагоналек. Как рассчитать его величину в раскрое? Ясно, что в готовом виде он должен быть 6 сантиметров, а в раскрое, как посчитать, да очень-очень-очень просто. Сначала объясню, как мы краим эти квадраты. Смотрите, когда мы разделим квадрат по диагонали, диагональ обычно сильно тянется, правильно? Так вот, чтобы диагональ сильно не тянулась, мы эти квадраты делаем парами, то есть по два. Смотрите, складываем лицевыми сторонами два разноцветных квадрата. Видите, да? Вот так. Берем, делаем диагональ. Вот тут поточнее. Вот так проводим линию. Это можно сделать шариковой ручкой, гилевой ручкой, карандашом простым мелком, ну, лишь бы линия была тонкой. Вот так. И с припуском 6 миллиметров вдоль этой линии, сверху и снизу, ну, или слева и справа, как вам удобно, мы с вами что? Прострачиваем. Что у нас с вами получится? Ну, и после того, как мы прострачили, сделали шов вот здесь и шов вот здесь, мы вот так пополам, по линеечке, остреньким ножичком, вот так вот. Это я все покажу. Мы с вами вот этот квадрат разрезаем. И что у нас с вами получится в итоге? А в итоге у нас с вами получится два квадрата вот таких. Смотрите, да? И размер его в раскрое будет 7,2, а в готовом виде 6 сантиметров. Вот ровно так, как у нас на вот этом образце. Посмотрите. Видите, да? Однако, мы должны с вами посчитать размер вот этого квадрата. Я вам сразу не буду вас томить. Могу сказать, что размер квадрата вот такого до раскроя будет 8 на 8 сантиметров. Но вопрос, как мы это посчитали? А вдруг вы другой блок будете делать с другими размерами? А посчитали мы это с вами следующим образом. Я взяла квадратик. Посмотрите. Сейчас вам покажу. Вот он. Видите? Я разделила его диагональю. И с каждой стороны я прибавила по 6 миллиметров припуска. Смотрите. Здесь. Здесь. И здесь. То есть я этот прямоугольный треугольник увеличила с каждой стороны на размер припуска. А теперь я сторону прямоугольного треугольника, один из катетов, просто померила. Посмотрите. И у меня получилось ровно 8 сантиметров. Вот как нужно высчитывать размер квадрата для вот такого вот раскроя, чтобы он был в готовом виде 6 сантиметров. Если у вас другие размеры, вы точно по такому же принципу, то есть исходя вот из припуска вашей швейной машины, а он у вас может быть другим, например, 7 с половиной миллиметров, к примеру, да? Вы, исходя из этого, рассчитываете размеры для квадратов в раскрои. Еще раз повторюсь. То есть квадрат вот такой, в готовом виде 6. У нас с вами будет в раскрои готовый вид плюс 2 припуска, плюс 1,2, плюс 1,2. Квадрат вот такой. У нас будет в готовом виде 6 сантиметров, а в разрезе, то есть до того, как мы по диагонали его сошьем, будет 8 сантиметров. Ну, а вот такой квадрат по центру, сколько у нас должно быть? Это просто. У нас в готовом виде 2 ширины, то есть 6 плюс 6, 12, и прибавляем с двух сторон по припуску. То есть, ну, 6 миллиметров и 6 миллиметров, то есть 1,2. 12 плюс 1,2 – 13,2 сантиметра. Вот такой размер квадрат будет у нас с вами центральный. Ну, а сейчас я не буду вас томить. Давайте перейдем к сборке. Сначала мы соберем вот такую вот, вот такую вот цветочную звезду из прямоугольных треугольников. Ну, как вы видите, она достаточно сложная. Почему? Потому что у нас вот здесь вот в центре мельница, так называемая, то есть достаточно сложный, казалось, бозер, да? Ну, шьется это очень быстро и совершенно просто, как бы. Ну, и, как видите, вот это я оформила в готовое изделие, в наволочку. Вот она, да? Я не буду акцентировать слишком много времени на сборке готового изделия, но, в принципе, в эфире я его для вас соберу. А второй образец – это у нас вот такой вот узор. Он швется еще проще, чем предыдущий. Ну, и, конечно, мы с вами уделим время и очень быстренько посмотрим, как собрать вот такой узор. Переходим к работе? Поехали. Итак, первое, что мы делаем – нарезаем квадраты. Если это просто квадраты, то 7,2 см. А если мы делаем квадратики с диагональю из двух частей, то, соответственно, нарезаем квадраты по 8 см. Дальше все понятно. Мы проводим линию. И вот вдоль этой линии с прикуском 6 мм мы с вами прострачиваем эти квадратики с двух сторон от линии. И после того, как мы их простручим, мы, конечно же, их разрежем по этой диагонали. И после того, как мы их разрежем, мы их аккуратненько проутюжим, сделаем влажно-тепловую обработку. Шовчик лучше разглаживать на две стороны, но, в принципе, можете заглаживать и на одну сторону. Вот у нас готовые квадраты. И сейчас мы начинаем собирать из этих квадратов блок. Посмотрите. Мы сначала выкладываем его на нашем мате. После этого мы этот блок перенесем на дощечку, на любую подставочку, как вам удобно. Положим возле нашей швейной машины и уже по порядку, то есть сшиваем первый и второй столбик между собой, не отрывая нитки. Это скоростная сборка флажками. После этого пришиваем третий столбик, после этого четвертый, а после этого разутюживаем швы в разные стороны. Первый и третий ряд налево, второй и четвертый ряд направо. Скалываем иголочкой и сшиваем эти блоки между собой. Все это получается очень быстро. И в результате у нас с вами готов блок звезда. Эти блоки мы можем с вами соединить в одеяло. Ну, например, вот так сделать. А можем сделать какое-то единичное изделие, например, наволочку. Как собрать наволочку сейчас очень быстренько, конспективно посмотрим. Серединка у нас есть. Для каймы мы нарежем полоски узкую темную шириной 3 см в готовом виде, соответственно, в раскрое 4,2 см. И широкую цветную полоску шириной 5 см в готовом виде, соответственно, в раскрое 5,1,2 см. Получится 6,2 см. Конечно, мы отрежем с вами зелененькую окантовочку. Ее ширина 3,5 см. Длина, соответственно, равна периметру подушки плюс 20 см. Но из этой же зеленой ткани я решила сделать задник подушки. Задник подушки – это то, что сзади. Это у нас два прямоугольника, 42 примерно на 30 см. Они у нас с перекрытием. Дальше кайму мы пришиваем. Здесь совершенно все понятно, ничего экстремального. Лучше после каждого пришивания каймы делать влажно-тепловую обработку. Соответственно, она ляжет ровнее. Ну и после того, как мы с вами пришьем кайму, дело осталось за малым. Осталось только сделать стежку. Перед тем, как сделать стежку, мы наложим на термостежку или на какой-то другой уплотнитель. Это может быть вискозная салфетка, все что угодно. И здесь я делаю стежечку мозгами. Обратите внимание на один очень небольшой нюанс. Там, где ткань однотонная, то есть светло-зеленая и изумрудно-синяя, вот такая вот, там я делаю стежку помельче. А вот где самый край каймы, вот где цветные ткани, там я сделаю стежку покрупнее. Операции, которые следуют после стежки, это осноровка, то есть до квадрата 40 на 40. После этого мы с вами прикалываем задник, то есть оборотную сторону подушки с перекрытием. Обратите внимание, что я закрыла края, да, то есть сделала как бы обшивку. После этого мы прикалываем окантовку и одной операцией пришиваем и оборотку к лицевой стороне подушки и делаем окантовку. Окантовка в технике прямого угла. И вуаля, подушечка готова. Если рассматривать кайму как проставку, то мы можем в этой же технике собрать полотно лоскутный топ лоскутного одеяла. Ну, а что же второй лоскутный блок? Здесь все обстоит еще проще. Нам понадобится центр, квадрат 13,2 на 13,2. Нам понадобятся квадраты по 8 сантиметров для диагонали и 4 квадрата по 7,2 сантиметра. Вот такой блок у нас с вами получится. Все очень просто. Сначала делаем диагонали, шиваем их между собой, тщательно разутюживаем. И после этого делаем сборку, совершенно понятную нам, вот этого вот блока. По краям у нас цельные квадраты, ну а в центре у нас звезда из квадратов, состоящих из диагонали. Мы собираем квадратики между собой. В блок они собираются очень быстро, потому что центр у нас цельнокроеный, не такой сложный, как в предыдущей версии. И очень быстро наш с вами лоскутный блок готов. То же самое мы можем сделать подушку, можем собрать в одеяло, ну вот как посмотрите сейчас на рисунке. А можем миксовать эти блоки между собой, сочетая блоки разных цветов, но одного деления сетки. В данном случае 4 на 4. По сборке двух блоков это все. Краткий осадок нашей беседы. Собрали вот такой узор. Собрали вот такой узор и даже сшили молочку. И мы с вами сегодня разобрали, как, какого размера вырезать квадраты для такого узора. И как этот размер считать самостоятельно. Маленькое китайское предупреждение. Если вы берете для ваших вык... Вообще лучше брать миллиметровку. Но у меня миллиметровки не оказалось. Пришлось выбрать лист из тетрадки. Вот сейчас, в то время, когда я училась, тетрадки в клеточку были строго. Размер клеточки 5 на 5 миллиметров. Но это были советские тетрадки, качественные, хорошие. А вот сейчас производители делают размер клеточки не всегда 5 на 5 миллиметров. Поэтому вот здесь у меня как раз такой случай случился. Ткани. Вот конкретно вот эти вот узоры. Вы можете найти в нашем учебном магазине. Это раздел ткани. Ну, ссылка, как обычно. Вот она. Или вот она, если вы хотите. Значит, где взять нитки для сборки нитки для полиэстера? В нашем учебном магазине в разделе нитки. Где есть подробнейший урок по сборке вот такого узора из прямоугольных треугольников. Это модуль второй нашей школы ремесло. Нашего курса ремесло. Это начальная школа. Второй модуль. И еще, конечно, с вами не забываем то, что вот эти изделия можно оформлять не только в наволочки. Можно делать одеяло. Ну, большие, любые большие изделия из узоров вот таких без проставки. Можно делать вот такие вот одеяла с узором с проставкой. И можно различные звезды миксовать. Но есть один маленький нюанс. Смотрите, если вы шьете одеяло из сетки узоров, то у вас все узоры внутри этой сетки желательно, чтобы были с одинаковой сеткой. Вот здесь сетка 4х4. И поэтому эти два узора хорошо сочетаются между собой. Ну, на будущее, вот это прямо в книге, вот в этой Джинни Бэр, очень подробно написано в самом начале, правда, на английском языке, что если вы берете сетчатую композицию и разные узоры, то они должны быть по одинаковой сетке. То есть, сейчас найду вам покажу. То есть, всегда хорошо сочетаются между собой узоры, сделанные по одинаковому типу сетки. То есть, либо 2х2, либо 3х3 и так далее и тому подобное. У меня на сегодня все. Не стесняйтесь под видео задавать вопросы. У нас также есть лоскутный клуб. У нас есть просто площадка открытая лоскутного клуба. Вот ссылочка на нее. И у нас есть лоскутный клуб с платным членством, соответственно. Где, ну, во-первых, у нас есть группа закрытая лоскутного клуба. И есть площадка учебная лоскутного клуба, где мы выкладываем различные уроки для членов клуба бесплатно. Ссылка вот, пожалуйста, на вступление в лоскутный клуб. Вот мы с вами закончили одеяло бабочки недавно. Ну и вообще, вот сейчас я посчитала на площадке лоскутного клуба 298 открытых бесплатных уроков. Поэтому вступайте, пользуйтесь, смотрите. Есть бесплатный демо-доступ. Вот он. Можно на 7 дней зайти, посмотреть, нравится, не нравится. У меня, в принципе, на сегодня все. Кстати, вы знаете, что уже очень скоро наступит Новый год. Что осталось? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Четыре месяца. То есть пора начинать шить уже лоскутное одеяло к Новому году. Ну, об этом мы с вами поговорим чуть-чуть позже. А сейчас всем удачного дня. До свидания. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»